Ран БиТиЭс Братья из Пусана взволнованы с самого начала. Итак, что мы сегодня делаем? Сегодняшний забег Ран БиТиЭс – развлекательная викторина. Шуга присутствует, как всегда. Итак, викторина. Вы дадите нам 5000 очков в последнем туре, верно? Нет-нет-нет. А, правда? А что нам ждать и смотреть? Итак, отдохну и выйду в финал. Сегодняшний Ран БиТиЭс – развлекательная викторина. Составьте три команды и ответьте на вопросы. Участники получают призы с накопленными баллами. Это командный матч, верно? Мы уже разделены на команды. Джей Хоб. Что? Джин? Джей Хоб, ты готов? Это наша судьба. Так это команды? Что ж, победителя определить сложно, когда мы делимся на такие команды. Мы просто поспим. Покажите призы, которые порадуют БиТиЭс. Чтобы нас взволновать, давайте послушаем, каковы призы. Окей. Впереди много призов. О, нас ждет вино. Мы не знали, что может вам понравиться. Итак, мы все подготовили. Список призов, которые разожгут соревновательный дух БиТиЭс. Участники получат приз, как только правильно ответят на вопрос. Они могут сделать ставку на полученный приз и пройти викторину. Получив правильный ответ на викторине, на которую они сделали ставку, они получат двойные очки. Но если они не смогут получить правильный ответ, они должны вернуть приз. Ожидается большой матч между корейской говядиной и вином. Думаю, все будут бороться за корейскую говядину и вино. Это будет жестокий матч. Можем ли мы просто оставить команды по сидячим местам? Нам не нужно ничего делать. Какая команда получит РМа? Это ведь матч среди умных. Я думаю, они дадут нам много бессмысленных викторин. В таком случае, если это глупая викторина, все зависит от того, какая команда получит Джина. Если мы с РМ станем одной командой, тебе это тоже не понравится. Нет-нет, в любом случае. Давайте останемся на месте. Мы получаем результаты, когда играем в викторину. Окей, давайте останемся на местах. У этих команд есть Джин и РМ. Эх, больно. Но ты меня поймал. Подождите, я тоже хочу их. А Чимин тоже умен. Вы не можете мне доверять? А у вас, ребята, отличная командная работа. Окей, мы будем играть в этих командах. Посмотри на меня. Ты не можешь мне доверять? Вы должны придумать название команды. Что нам делать? Почему бы нам всем не составить название команды из семи слогов? Как? Нет, это слишком долго, и нам будет шумно. Да, это сложно сказать, но звучит весело. Как насчет Джей Хоб? Потрясающе, да? Джей Хоб – крутой Джин. Ладно, ладно, давай сделаем это. Джин – имя, которое легко выкрикнуть. Смотри, Джей Хоб – классный и классный Джин. В любом случае, это имеет смысл. Окей, наша команда называется Джей Хоб – классный и классный Джин. Мы можем использовать простое имя. Название нашей команды – что это? Корейская команда по говядине и винная команда. Мы пойдем с простым именем. Поменяем на 1-2-3 боевой. Окей, 1-2-3 боевой. Это простое название. Мы будем рады вашему творчеству. В наши дни это нравится людям. Нет? Нет, мы решили пойти серьезно. На матч. Нашу команду зовут Чимин и Чунгук. Чимин и Чунгук. Чимин и Чунгук. Почему не Чунгук и Чимин? Почему не Чунгук и Чимин? Мне нравится, когда имя Чимина стоит на первом месте. Ну, мне все равно. Я в порядке. Потому что он в первую очередь старше. Чимин почему-то чувствует себя побежденным. Давайте начнем игру после того, как по очереди выкрикнем название команд. 1-2-3, Джей Хоуп, классный джин. 1-2-3, сет корейской говядины и вино. Извиняюсь, я сделала это, чтобы рассмешить людей. Вы двое не синхронизированы. В любом случае, давайте хорошо сыграем. 1-2-3, бой. 2-3, Чимин и Чунгук. Окей. Мы победим без РМ и джина. Чимин и Чунгук. Они похожи на кумиров. Это было хорошо. Мы прекрасно себя чувствуем с самого начала. Это пятибальная викторина. Значит, нам не нужно побеждать? Корейская говядина, 990 баллов. Вы можете заработать двойные баллы. Ой, мы можем заработать двойные баллы. Вы получите двойные очки, если сделаете ставку на еду и получите ее правильно. Допустим, если мы сделаем ставку на одну пачку красного женьшеня, получим ли мы вдвое больше? 130 баллов. Могу ли я доверять этому парню? Джей Хоуп, классный Джиен. Первая викторина. Это ерунда. Мы выиграли. Первая викторина. Это ерунда. Бессмысленная викторина предназначена для джина. Я в этом не разбираюсь. Окей. Чимин и Ченгук, кричите название своей команды. Начнем первую викторину. Как вы называете корову, отправляющуюся в Сеул? Корова едет в Сеул? А что это? Это сложно с самого начала. Удачная корова? Корова едет в город. Что еще можно? Корова едет в Сеул? Обычно ответ в вопросе. Корейская говядина, боевые действия. Сагаза. Неправильно. Нет, это неправильно. Я только что сказала это. Чимин и Ченгук загрустили. Корова. Корова едет в Сеул? Едет в Сеул. Корова отправляется в Сеул. Один, два, три. Писательница. Правильно. О, это правильно? Удивительно. Это было потрясающе, Джин. Что не так? Ты такой креативный. Нельзя проиграть викторине по ерунде. Чувствует себя таким гордым. Потрясающе. Это было очень круто. А вот и второй вопрос. Какое самое простое число в мире? Джей Хоу потрясающий Джин. Сто девяносто тысяч. Это легко. Верно. Это результат упорных занятий. Мы получаем пять баллов? Мы должны просто посмотреть на них. Там есть попкорн? Ченгук. Обычно люди начинают с того, что дают баллы другим. Расслабься. Ничего страшного. Это пять баллов. Окей. Что происходит, когда вы толкаете и вращаете кровать? Для этой викторины необходимы языковые навыки. Это английский? Ви снова. Один, два, три. В бой. Бадминтон. Кровать Мин. Толчок. Поворот. А, это отлично. В смысле, Ви? Что творится? Ты такой удивительный, Ви. Что происходит? Он потрясающий. Бадминтон. Это потрясающе. Извини, извини, Джей Хобб. Бадминтон. Я почти сказал Бэмин. У нас Ви в этой стране. Он звездный игрок. Он был скрытым звездным игроком. У меня в команде Ви. Он так хорош. Когда люди весят больше всего. А на следующий день, после того, как много поел, перед сном вы весите больше, чем когда проснулись. Это глупая викторина. Люди. Когда люди больше всего весят. Это сложно. Глупые викторины стали сложнее. Бадминтон, писатель. Это другой уровень. Когда люди больше всего весят. Каждой команде дается три шанса на телефонный звонок. О, действительно есть шанс позвонить? Кому ты позвонишь? Подождите, он пользуется телефоном. Ты не можешь искать это в интернете? Я не буду. Сколько слогов? Это тяжело. Три слога. Вы все много раз говорили это слово Чунгуку. О, бестолковый. Как мускулистая свинья? Ты сказал это, когда Чунгук сказал? Нет, это не может быть так просто. Это может быть просто. Это было похоже на правильный ответ. Что? Что он сказал? Во время еды. Во время еды. В тренажерном зале. Ключ к разгадке тренажерный зал. Спортзал. Когда он занимается весами? Из чего сделан вес? Чимин. Чимин и Чунгук. Когда люди повзрослели. Правильно. Я тоже подумал об этом. Почему люди больше всего весят в зрелом возрасте? Внезапно очень обрадовался. Теперь ты можешь мне доверять, правда? Я ничего не могу сделать. Мне очень жаль, Джина. Нет, нет. Окей. Какой город больше всего ненавидит владелец цветочного магазина? Это город, в котором были... Иосу? Подумайте об этом глобально. Раз, два, три, борьба. Париж. Почему Париж? Потому что это цветочный магазин. Вы были близки. Значит, это похоже на правильный ответ. А, да уж. Когда цветок грустнее всего. Когда засыхает. Один, два, три, бой. Чимин и Чунгук. Джей-хоп. Классный джин. Я понял. Сидни. Я был быстро. Загрустил. Ты был хорош. Ви. Будь щедрым. Не расстраивайся. Пойдем дальше. Ви оказался прав. Его ответ был верным. Ви грустный. Значит, он расслаблен. Благодарю его. Благодарю его. Да уж. Где находится город с милым ветерком? Джей-хоп. Классный джин. Бун Данг. Правильно. А он знал это. Он это знал. Надо сменить название команды. Я запутался. Что говорит тигр, когда подвозит? Джей-хоп. Классный джин. Тигр. Правильно. Почему? Почему это тигр? Залезай. Меня путают название команды. Это плохое название для команды. А можно здесь написать название команды? Я назову тебе название команды. Погнали. Это последняя глупая викторина. Какое слово противоположно слову «младший брат»? Раз, два, три. Боевые. Чимин и Чунгук. Раз, два, три. Классная команда. Наш брат. Неправильно. Джей-хоп. Классный джин. Нет. Не чужие. Мой брат. Неправильно. Джей-хоп. Классный джин. Чимин и Чунгук. Команда Чимина и Чунгука была быстрее. Младшая сестра. Джей-хоп. Классный джин. Это неправильно? Раз, два, три. Борьба. Буксоса. Это что такое? Есть сюжетная линия? Похоже, есть сюжетная линия. Это прямо противоположное слово. Это действительно противоположное слово младшего брата. Большая подсказка. Младший брат. Мы ведь не семья. Мы не семья. Тогда... Чимин и Чунгук. Я и брат. Неправильно. Чимин и Чунгук. Мой настоящий младший брат? Правильно. О, младший брат и настоящий младший брат. Я собирался сказать, что мы семья, брат. Мы редко используем слово «настоящий младший брат». Верно, верно. Мы вообще не используем это слово. Нет, обычно мы говорим «мой младший брат». Тесты сложные. Чем ты моложе, тем лучше разбираешься в викторине. Субтитры сделал DimaTorzok